всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала ну и скажем так как я и обещал я буду рассказывать про линейку воблеров youtube а вот сверху у меня лежат еще свежие свежие воблеры какие-то из них по моему еще новинки в прошлом году да вот скажем так какие то я еще не пробовал то есть вот эти сверху воблера я недавно заказал они еще пришли видите в коробках я еще на них сам еще ни разу не ловил это все я приготовлю именно то есть как бы сказать на новый сезон 2017 и я и взял буквально там по два по три воблера да в принципе средняя их цена это 350 рублей там в зависимости от размеров вот эти да эти вот точно это в районе 350 370 вот эти небольшие воблеры стоят соответственно я вот такие вот взял интересные воблеры тут вот как бы разные окраски есть вот такой вот мини шедик длина его 45 миллиметров вес 4 3 грамма глубина заглубления 0 5 метров видите маркировка sp это типа нейтральной плавучести до скажем так вот суспендер суспендинг и видим что так вот он выглядит ручки japan hooks оснащены но это уже совсем другая история это просто как бы вкратце пробежаться очень интересный воблер я думаю однозначно будет для наших горных рек вот так же вот есть такой lb minnow тоже длина его 6 сантиметров вес 3 2 глубина 08 погружения тоже мы видим очень интересный воблерок это конечно с таким весом такой воблерок будет конечно для любителей твича да видимо турнамент про маркируется кстати они все турнаменту идут тоже japan hooks вот пикалина тоже 5 сантиметров тоже смотрите какой интересный воблерок вес 4 2 грамма погружения до полметра это все я как бы сориентируюсь на горную рыбалку это будет очень я думаю надеюсь хорошие классные вещи которые будут работать по горной речке ну и не только соответственно вот вот такое тоже суспендер 6 сантиметров вес 6 и 9 грамма два с половиной метра это бейт 60 видим хорошо пойдет по плюсам и не только и вот тоже такие вот интересные 2 воблерка видите у них уже стоит маркировочка магнит систем то есть это вот такая система магнит на которую мы привыкли видеть более там брендовых крутых воблерах типа из-за бейтс там что-то типа это и все такое здесь и мы видим точно такая же магнитная система оснащены тоже хорошая глубина погружения хороший вес видим что они геймер так и называется думаю это будет хороший воблер для твичинга и не только данный тоже для горных речек грис 75 тоже интересный воблер тоже обладающий такой же системы с маркировкой smp вот всех воблеры оснащены данные крючками japan fox вот очень интересная я вот их еще ни разу не пробовал я про них конечно еще сниму видео отдельные расскажу это короче как бы так вам начало предыстории смотрите он обалденный хороший размер крючок мне всегда нравятся крючки на воблерах и тума ну я могу конечно так как бы грубо назвать и тумовские крючки меня будут поправлять что это не тумовские но я так образно говорят так как это не на уборах и тума я так образно называю их и тумовские они все достаточно большого хорошего номера и достаточно острые чем это хорошо хорошо для наших дальневосточных рек что мельчить стройниками на наших речках дальнего востока однозначно не стоит так как вот на такие небольшие приманки будет брать достаточно достойная рыба вот видите может а магнитная система стоит и конечно у руки у меня не хватает силы и и сдернуть это конечно будет она срабатывать только при забросе спиннинга вот крыть или воблер и мы конечно все по отдельности посмотрим расскажем это их просто как бы за анонсировал новая воблер от и тума ну а я вам расскажу уже про то чем я ловил в прошлом сезоне и соответственно какие у меня остались впечатления и сегодня из моей большие коробки с карандашами конечно же не код с большими усами а вот такой воблер называется хайдроник вот в переводе как бы жидкостной или жидкий вот он у нас 50 сп то есть 5 сантиметров нейтральной половой шести суспендер вес его грубо говоря 8,1 грамма и глубина погружения на два с половиной метра хайдроник или проще назвать для нашего слуха гидроник как бы сказать я не знаю как правильно видите имеет вот такую вот большую скажем так свою лопатку погружение и соответственно вот это вот отверстие в ней точное назначение это отверстие мы можем только догадываться да но скорее всего это именно для привлечения именно потока то есть вода будет проходить как бы потоком через это отверстие и соответственно будет издавать какую-то звуковую вибрацию или еще какую-то что соответственно должно привлекать рыбу вот так же мы выдали их гидро джека хайдро джека он тоже имеет такую же тоже лупость глубоко ныряющий мы увидели это предыдущем видео про воблеры и я вам тоже говорил уникальность его было так же как и этого воблера вот эти воблеры я займите умеют вот такое отверстие в лопатке они имеют какое-то чудодейственное способа способ с больших глубин как бы сказать привлекать к себе хищника то есть а может быть даже на каком-то этапе не уверен что они могут быть достигает вот этой глубины в два с половиной метра до дна да у меня такое подозрение есть да может быть не то что там около дна идут а может быть гораздо больше там может быть метр от 1 или ну каким способом это происходит я не знаю но я отметил на всех воблерах фирмы ютума где стоит вот такое вот отверстие почему-то привлекается хищники как правило с такой лопаткой с такой глубиной подружения до двух с половиной метров я обкидываю плюсы до достаточно глубоководные на и соответственно привлекается хищники и не просто хищника хищник в своем классе трофейных размеров да то есть если это ленок то соответственно это за 2 килограмма то есть от двух до четырех килограмм такой если это скажем так хариус клюет это большой хариус клюет ну таймешата могут попасть есть абсолютно разные ну вот по этому поводу ну опять же что хочется отметить видеть такой мощный звук катающегося шара соответственно безупречная дальность полета тут никакого спора нет вес 8 целых одну десятую грамма дает этому воблеру искать большой такой инертный инерционный заряд что полет у него конечно безусловно не вызывает никаких претензий и сомнений тройники тоже такого хорошего размера что как раз в принципе он может держать и вполне таймешанка до 10 килограмм и в то же время справиться с любым линком и тем не менее именно даже такой вот номер крючка он даже не помеха маленьким леночкам скажем так вплоть даже до 500 грамм они глотают прямо на все три крючка садятся когда они хотят его глотать до когда рыба активная и соответственно проблема снимать ну главное то что они не маленькие и именно нету сходов допустим не как допустим на воблерах таких размеров как смит зибэйс там мегабас они как правило на воблерах таких размеров ставят крючки гораздо меньшим номером более тонкой проволокой соответственно когда туда попадается линок на 2-3 килограмма он своим весом просто об эту тонкую проволоку режет себе губу либо вообще эти тройники разгибает ну то есть сход то есть это практический сход да и на данные тройники которые применяются в обе раф и тума я отметил практически на всех воблеров сходов практически не дают это вот именно касаемо для ловли на горных реках дальнего востока я не могу сказать как такие тройники будут вести себя там в средней или западной полосе россии там например там по окуню там по щуку по головлю там по яльцу там еще по каким-то возможным другим видам рыб но вот именно я могу ответить именно за то это за наших дальневосточных рыб то в принципе все работает просто изумительно вот опять же его цвета какие всякие разные они есть но мне именно ну как бы сказать привлекают вот именно такие натуральные цвета особенно такой с красными глазами алкоголика может быть он напоминает пьяную какую-то рыбку и его очень любят линки что касаемо глубины он достаточно быстро заглубляется на свою глубину вот я заметил кидая шока под берег сантиметров может быть 20-30 не докидываешь как буквально через там два-три оборота катушки все он сразу же чик-чик-чик-чик-чик-чук ты в кусра чувство что он достигает сразу же дна и ты сразу же сбавляешь скорость проводки и соответственно начинаешь и увести до такого момента чтобы он чуть-чуть прикасался дна и как правило в этот момент недалеко от береговой зоны на плюсе всегда стоит трофейный хищник да очень большой вот единственное что тоже хочу отметить есть у него такая же болезнь как и у хайдро джека у гидро джека да это на повороте на повороте на большом течении когда он деваться делается петля разворот и вы продолжаете крутит он может завалиться на бок соответственно струя давит на эту лопатку которая на боку видим имеет большую площадь его может выпихнуть наверх просто на моменте разворота соответственно у этого вобблера нужно будет замедлить его скорость либо прикрутить прекратить вращать ручку вот но это опять же где быстрое течение где допустим плавные небольшие плюсы до сумер иным течением я думаю наверное около там восьми километров в час скорость течения то в принципе такую скорость он переживает идеально вот в принципе для западных рек восемь-десять километров в час это и так уже достаточно большое течение то в принципе такую течку да скажем так 80 километров в час он переживает безо всяких проблем с нормальной курсовой устойчивостью вот таких воблеров у меня было по моему четыре штуки остался один остальные все погибли в бою вот остался только один и соответственно в этом сезоне на этот новый сезон вот так как этот один только у меня остался я еще обязательно прикуплю себе вот таких вот воблер ков что могу сказать однозначно отличный воблер берите уважаемые пользуйтесь обкатанный проверенный никаких сюрпризов он вам не выкинет за эти денежки цена его 370 рублей очень хорошая цена очень отличное качество как мы видим покраска сегментация глаза крючки вообще текстура нормально отлично сделала вот еще один воблер пока еще весна не наступила кому интересно могут себе заиметь свои коллекции а я себе уже показывал в начале видео какие воблеры на этот сезон для обкатки и тест-драйва я себе прикупил вот на сегодняшний день я вот однозначно вижу в фирме ютума именно в воблерах несомненного вид лидера по россии и я бы наверное точно могу сказать что ни один воблер который продается у нас в россии за эту ценовую категорию это опять же на мой взгляд не могут конкурировать с этими воблерами тума за эту ценовую категорию вот ну вот уважаемые кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями а я с вами прощаюсь до свидания до новых встреч